Всем привет! С вами Людмила и вы находитесь на канале Blush Supreme. Добро пожаловать! Сегодня я вместе с каналом All Things Hair подготовила для вас полный образ великолепной, потрясающей Эмма Стоун. Я покажу вам, как сделать макияж, в котором она появилась на красной ковровой дорожке на Оскаре. И этот макияж оказался для нее победным, она получила заветную статуэтку. Но чтобы посмотреть, как я сделала такую же прическу, как у Эммы, обязательно заходите после просмотра макияжа на канал All Things Hair. Вам обязательно понравятся все ссылки ниже под этим видео. А мы с вами приступаем к макияжу великолепной Эммы Стоун. На лице у меня уже тон L'Oreal Alliance Perfect и немножко корректора Naked Skin. Ну и также я немного оформила брови. Начинаю макияж глаз. Конечно же с базы. База от Urban Decay для меня, ну, наверное, самая лучшая. На ней макияж держится как прилепленный. Теперь в складку я наношу вот этот оттенок, который называется Commando из палетки Urban Decay Ultimate Basics. Далее мне потребуется вот этот блестящий коричневый оттенок, который называется Twice Baked. Из палетки Wise Reloaded. Пушистая кисточка и, конечно же, во внешний уголок я буду хорошенько растушевывать. Сильно выводить тени не будем, но тем не менее они должны быть чуть выше складки. Но выше складки должен оставаться этот коричневый оттенок буквально чуть-чуть. То есть, по сути, он должен уже таять выше складки. Далее кисточкой карандашом и этим же оттенком я подведу нижнюю линию роста ресниц. Нижнюю линию подвожу практически до внутреннего уголка. Теперь мне нужна плоская кисточка и матовый оттенок. Ну, например, возьмем оттенок Nude из палетки Ultimate Basics. Но оставляйте внутренний уголок незакрашенным. А теперь во внутренний уголок я нанесу Pre Game. Это очень светлый меловый оттенок. Его также можно вывести под бровью, как хайлайтер. И теперь самый интересный момент в этом макияже. Нам потребуются блестящие тени. Возьмите что-то в золотинку, может быть, немножко в розовинку. У меня сошлось просто. Это мои любимые тени кремовые от Dior в оттенке 541. Они кремовые, я их буду наносить пальчиком. Во внутренний уголок. И чуть-чуть выше. Макияж крайне простой. Но я заметила, на этом Оскаре и прически, и макияжи были достаточно простые. И в своей простоте они были прекрасны. Теперь немножко туши. Тушь у нас здесь. Теперь немножко туши. Я возьму Shocking Yves Saint Laurent эффект накладных ресниц. Никаких накладных ресниц мы использовать не будем. Поэтому будем справляться только тушью. Конечно, у меня глаза совершенно другой формы, чем у Emma Stone. У Emma глаза более спрятаны. То есть там, по сути, макияж-то и не виден. Но мне удалось на множество разных фотографий рассмотреть. Мне кажется, что вот он похож на то, что сегодня мы с вами делаем. Ну и вообще, главное быть индивидуальным. То есть мы вдохновляемся Emma Stone, но сохраняем свою индивидуальность. С глазами я закончила. Вот так просто. Никакой там сверхъестественной техники. Теперь мне надо немножко румян на щечке. У нее лицо не отконтурировано. Опять же, оно достаточно простое. А румяна очень мягкие и нежные. И здесь мой Бобби Браун в оттенке Pink Powder подойдет как нельзя кстати. Никакого корректора, никакого бронзатора, но немножко хайлайтера. Опять же, розового. Я возьму вот эту палетку от NYX. И очень мягкий розовый оттенок. Ну и губы. У Emma Stone они при разном освещении немножко отдавали в различные оттенки. Но я подобрала вот тоже NYX. Это карандаш Ombre. И мне подошел именно тот продукт, который идет как бы как контур. Ну, по сути, это тоненькая помада. Только с контуром проще накрасить губы. Ну вот, очень классная получилась база. И чтобы добавить красненький Emma Stone, я немножечко в центр добавлю NYX Splash в оттенке 01. Вуаля! Оскаровский макияж Emma Stone готов. Ну а вот какой у нас получился образ. Мне очень нравится. Я прям вдохновилась. И надеюсь, что вдохновила и вас. Я вас очень сильно люблю. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!